Кофеин Всем привет! Пару слов о кофеине. Кофеин содержится в растениях арабики, робусты и других видов рода кофе. Кофеин помогает дереву арабики защитить себя от некоторых жучков, некоторых насекомых, которые кофеин не любят. Больше всего кофеина среди видов рода кофе в робусте 2,5-3%. В арабике 1,2-1,3%. В либерике столько же, сколько в арабике. Есть одна разновидность арабики – лаурина, в которой кофеина всего 0,5%. В виде иужинеоидис, например, кофеина 0,2%. Иужинеоидис – это мама арабики, один из видов рода кофе. Другой вид папы арабики – это робуста. Получается, что арабика по содержанию кофеина находится как раз между иужинеоидисом, у которого 0,2%, и робустой, у которой 2,5-3%. И на выходе мы имеем арабику, у которой 1,2-1,3% кофеина. Всего на сегодняшний день известно более 120 видов кофе. Это арабика, робуста, иужинеоидис, и многие другие. Из них около половины обитают на Мадагаскаре. Так вот, у видов рода кофе, обитающих на Мадагаскаре, нет кофеина. Не так давно был обнаружен один уникальный вид рода кофе – кафе Чарирьяна. Этот вид кофе был обнаружен в Западной Африке, но в нем, так же, как и в мадагаскарских видах, совершенно нет кофеина. Кофеин иногда искусственно удаляют. Тогда такой кофе, который не содержит кофеина, называется декофеинизированным. Содержание кофеина в зернах не меняется в зависимости от степени обжарки. Существует, впрочем, один трюк. Более темно обжаренные зерна весят меньше. При этом кофеина в них содержится столько же, сколько и в более светло обжаренных зернах. Поэтому, если вам нужно набрать, например, 20 грамм кофе для вашего способа приготовления, то вам потребуется меньшее количество зерен светлой обжарки, чем темной. И, соответственно, в конечном итоге на вашу чашку в темной обжарке получится больше кофеина. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok